Всем привет, друзья! Я рада вас видеть на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать макияж своими новинками, которые появились у меня относительно недавно. Я их потестировала, поняла, как ими пользоваться, и решила поделиться этой информацией с вами. Давайте начнем. Я убрала волосы от лица для удобства нанесения, чтобы ничего не мешало и ничего не смущало. Итак, для начала я наношу увлажняющую базу. Она мне нужна для того, чтобы впоследствии консилер, который я буду использовать, лег у меня очень тоненько, хорошо растягивался, потому что текстура консилера очень плотная, и нужна хорошая скользкая поверхность. Поэтому я использую увлажняющую базу от Sensai и наношу хорошее количество на все лицо, в том числе в зону под глаза. Я говорила вот про этот консилер от Vivienne Sabo Bonjour Botte, или я не знаю, как он правильно называется по-английски, Bonjour Beauty. В общем, это вот такой вот плотный консилер в баночке, очень пигментированный. Его нужно прям совсем немного. И вообще я его стараюсь наносить прям зонально, точечно, локально, в те зоны, которые мне нужно перекрыть. Я сейчас тоном не пользуюсь, потому что есть проблемы с кожей, и после того, как наносишь тон, получается только хуже. Поэтому я решила ограничиться только вот консилером, потому что без консилера как-то не могу, потому что есть что перекрывать, и есть что выравнивать. Поэтому сначала я точечно... Вот то количество, которое я нанесла, его, в принципе, много, могла бы поменьше нанести, этого было бы достаточно. И сначала я распределяю равномерно по той зоне токлоном, а потом натуральной кистью я все шлифовываю, шлифовываю в кожу, делаю покрытие более тонкое, и в этом мне помогает скользкая увлажняющая поверхность, которую я создала с помощью базы. И за счет этого консилер хорошо растягивается, хорошо растушевывается и делается тонкое покрытие. В общем, я делаю шлифовку, стушевываю все границы, чтобы не было видно перехода между голой кожей и консилером. И сразу же перехожу к припудриванию. Припудриваюсь я обычно пудрой от NINEL, Эль Барокко, это подсвечивающая пудра, не сушащая кожу, как мне многие писали. Нет, она не сушит. Она подсвечивает, идеально подходит для сухой кожи, чувствительной кожи, такой, как у меня. Далее я румяным не пользуюсь, потому что я выгляжу как матрешка. Вы мне тоже об этом писали, я сама это вижу. Поэтому я временно исключила румяна из своего ежедневного макияжа. Поэтому делаю только контурирование 22-м таном от Dolce и делаю хайлайтер Dior в 01-м оттенке. Далее перехожу я к глазам. И в этот раз обычную базу я не буду использовать. Я буду использовать цветовую подложку кремовых теней от марки Sephora Collection в оттенке 01. И наношу на все подвижное веко. И аккуратно распределяю, растушевываю по подвижному веку. И формирую форму. То есть делая форму, оттушевываю немного на неподвижное веко. Дальше я буду строить... Это, кстати, тоже вот эта новинка. Очень хочу обратить на него внимание, на этот карандаш. Потому что он классно подходит для карандашной техники. У него грифель в меру мягкий, в меру твердый. Очень классный цвет. И им очень удобно строить форму глаза. Строить каркас макияжа. Потому что не застывает карандаш, грифель не застывает. И растушевывается вот просто, знаете, от самого темного, насыщенного, до прям самого светлого, уходящего плавно в кожу. Это очень удобно. И это очень классно подходит для новичков. Потому что у вас есть масса времени, чтобы учиться. Обратите на него внимание именно на линейку эффекта. Там, по-моему, есть 4 оттенка. Мне понравился вот этот, потому что очень-очень, как вы видите, да, очень удачный оттенок и очень классная текстура именно для построения и для карандашной техники. Дальше очередная новинка. Мне кажется, в инстаграме она такая довольно-таки нашумевшая. Хорошая была рекламная кампания у марки Stellar. Было много пиар-рассылок. Вложились они много так в рекламу. В общем, нашумела эта коллекция у них Golden Girl. Мне понравилась больше всех палетка. И я, собственно, решила ее попробовать. И сейчас вам я ее продемонстрирую. Вот этот мой оттенок самый любимый, вообще самый любимый. Он коричнево-серый. Здесь нет красноты. Здесь именно такой правильный коричневый кофейный с серым подтоном. Я им дублирую полностью карандаш. Очень хочу отметить, что эти тени матовые именно текстуры очень классно спрессованы. Вот знаете, они мне напоминают люксовое качество, потому что при наборе они не пылят, отдают умеренное количество продукта на кисть. И пигментация у них тоже умеренная. То есть не вот положила и сразу напятнил, а постепенно путем наслоения получается красивое строение макияжа, красивое наслоение. Также тени между собой очень здорово смешиваются, очень легко тушуются, немножко проблематично, прям чуть-чуть проблематично набираются, потому что спрессовка, еще раз повторюсь, очень-очень качественная. Дальше я положу на подвижное веко, на цветную подложку вот этот вот красивый золотисто-персиковый спаркл. Вот эти вот тени из этой текстуры напоминают масляную текстуру, кремово-масляную. Там единственный один оттенок меня разочаровал, он какой-то сыпучий, рыхлый и совсем не масляный, то эти блестки разлетаются в разные стороны. Золотой оттенок, он мне не понравился. Остальные оттенки очень интересные, очень симпатичные и очень яркие. В общем и в целом, я от этой палетки осталась... Я этой палеткой довольна. За 990 рублей очень-очень достойное качество. Пока я болтала, сделала межресничку микрокарандашом от марки Sephora Collection. Очень классный карандаш, это, знаете, такой экспресс-вариант проработки межресничной зоны. Очень удобно и без травм. За кадром сделала стрелку, нижний каял, гелевой подводкой от Maybelline. Тут, в принципе, нет ничего нового. Я пользуюсь либо ей, либо Нинель. И немножко решила оформить внешний угол, добавить яркости и контрастности, и более логичного завершения макияжа черным оттенком. Черный оттенок здесь, кстати, тоже классный, но он, мне кажется, больше всех такой спрессованный, потому что проблематично отдает продукт на кисть. Но при растушевке тоже хороший такой черный, вернее, чернее черного, вот так вот скажем. Так, дальше я прокрашиваю ресницы. Я знакомилась с этим брендом недавно, показывала тоже вам обзор. L'Arte del Bello, это декоративная косметика, итальянская, недорогая. Тестирую эту тушь, и она мне очень понравилась. Я ее вторую неделю тестирую. Никаких претензий к ней нет. Она смывается легко и просто, обычной водой, холодной, теплой, без разницы, смывается просто как пандой. Носится хорошо, не осыпается, если вы ее не беспокоите, особо не беспокоите. Кисточка вообще улетная, хорошо, круто разделяет. Там есть двойные щетинки для более ежедневного макияжа, спокойного и для более объемного эффекта. Для сегодняшнего макияжа я использовала более длинные пушистые щетинки для такого эффекта, объема. Дальше я рисую губы, это последний шаг. Тоже использую карандаш от L'Arte 02, я тоже о нем говорила, он мне очень нравится. Я до сих пор его использую на каждодневной основе. И сверху покрываю прозрачным блеском от Vivienne Sabo. Мне нравится этот блеск, потому что он дает хороший глянец, он не липкий, у него щеточка в виде волосков. Это очень круто, мне очень нравится. Единственное, когда засовываешь эту кисточку в тюбик, пару волосков задевается дозатор, и получается такая лохматая кисточка. И вот такой вот образ у меня получился. Косметика, о которой я вам говорила, это не новинки на рынке, это новинки в моей косметичке. Но я решила поделиться этой информацией с вами. Вы делитесь обратной связью тоже со мной, как вам этот образ, как вам продукты. Если что-то нравится, лайки, пишите комментарии. И до скорой встречи. Всем пока.